Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прошлый раз нам не хватило времени поговорить о средствах массовой информации, в частности, о том, остались ли правые СМИ, плавают или все переобулись на ходу. Да, тема не слишком приятная, но обсуждать ее нам надо, а тем более, что вне зависимости от того, чем завершится длительная эпопея с выборами, я понимаю, все вы сейчас, внимание приковано к ней, но повторяю еще одно, что давайте все-таки смотреть на происходящее более широко, а выборы – это лишь некий пик, некий центр, вокруг которого происходит много чего другого. и если мы упустим какой-то важный момент напрямую, как нам кажется, с выборами не связанными, вот именно с тем, что происходит, например, сегодня, вы знаете, что происходит, и я все-таки думаю, что мы чего-то сверхъестественного ожидать с вами не должны, и, наверное, этого сверхъестественного и не произойдет, раз законодательства на местах республиканские ничего не предприняли. Ну вот, поэтому все эти события, они с нами, так или иначе, они остаются рядом, и никуда мы от них не денемся, но полностью замыкать всю жизнь только на том, что произойдет сегодня-завтра, не стоит, надо немного пытаться рассматривать проблему и пошире. Поэтому в прошлый раз мы начали говорить действительно про средства массовой информации, сегодня я эту тему продолжу, потому что без освещения, без поддержки крепких, сильных, правых средств массовой информации, ну, получится мало чего хорошего. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска, и если вы внимательно посмотрите на практически все серьезные события, связанные с победами республиканцев, консерваторов, мы все чаще видим, что это не одно и то же, конечно же, но тем не менее, то заметим, что так или иначе за людьми, победившими, за идеями, которые победили, так всегда находятся какие-то сильные издания. Самые разные. Это может быть печатные издания, это может быть радио, радиошоу, это может быть телевидение, наконец, и, как мы видим все чаще и чаще, это различные интернет-ресурсы. Но есть еще одна закономерность, которая связывает самое успешное издание, это то, что так или иначе, либо во главе, либо основать их должен человек, действительно обладающий незаврядной индивидуальностью. Человеку можно по-разному относиться, можно не соглашаться с какими-то его высказываниями, можно его вообще не любить, но то, что такой человек есть, и он должен продвигать нужные нам средства массовой информации, а через них продвигать и политиков, это безусловно. Потому что, конечно же, тот самый принцип, о котором я не раз говорил, как побеждают идеи, сначала они приобретают какое-то очертание в интеллектуальном плане, молодежные движения, и потом уже в политике. Но чтобы их доносить все-таки до людей, вот есть все эти пути, они должны освещаться объективно. Поэтому, если мы сосредоточимся с вами опять на 20 веке, на второй его половине, ну, немного захватим еще 40-е годы, то всегда увидим, что за политиками у нас будет, как я уже сказал, серьезные издания, и серьезный человек, который этим изданием занимался. Ну, когда консервативного движения еще толком не было, но были старые правые, которые, кстати, присутствовали так или иначе в обеих партиях, и пытались противостоять новому курсу Рузвельта, то мы увидим, что для них основным источником поддержки было издание под названием Chicago Tribune, тогдашние, конечно же, а не нынешние, и его издатель, колоритнейший персонаж, консерватор, хотя и чрезмерный изоляционист, Роберт Маккормик. Это безусловно. Когда стал приобретать очертания консервативного движения уже в 50-е годы, то хотя в конце 40-х, начале 50-х было довольно много изданий, не очень значительных, но мы все знаем National Review, и, конечно же, Бакли. Огромное количество людей достойных, ну, огромное, может, я преувеличил, но будем считать огромное, было привлечено им, самые его связи и в мире бизнеса, благодаря отцу, и в мире академии, благодаря ему самому, и в мире ЦРУ, где он тоже успел поработать, и шоу-бизнеса, так или иначе, ему помогли сделать издание, действительно ставшее ведущим консервативным изданием, и Голд Уотер, сам Бакли, пусть эти два, эти две компании и закончились неудачами, но они уже обратили внимание на консерваторов, и, конечно же, Рейган, Никсон в меньшей степени, Рейган больше, это все National Review. Да, были другие издания, но в основном, конечно же, National Review и, повторяю, Бакли. Потом, со временем, естественно, и с развитием технологий новых, то, конечно же, National Review и другие издания никуда не делись, но если мы с вами посмотрим, например, на 90-е годы, когда консерватизм исходил, как ни странно это сегодня прозвучит, но так оно и есть, из палаты представителей, и воплощался Ньютом Гингричем, то мы увидим, что здесь, конечно же, большую роль сыграло радио. Прежде всего, Раш Лимбо, появившийся в конце 80-х и в 90-е, в общем-то, и выше, чьи на ведущие роли. Но не только он, целый ряд других ведущих, вроде Гордона Лидзи, они тоже поучаствовали в том, что консерватизм 90-х сковал Клинтона и сделал его президентом, ну, если не консервативным, конечно же, то, по крайней мере, не дал ему толком развернуться никаких особых либеральных деяний. За это спасибо, конечно же, консерваторам в политике, но и консерваторам на радио тоже. Появившийся в конце 90-х Fox News, вот это самый спорный момент, потому что тоже очень многое связано с личностью, это Роджер Эйлз. Но вот считать Эйлз консерватором, например, довольно сложно. Он, скорее, все-таки республиканец, и то, что, наверное, Fox News набрало, какая компания, набрала особую популярность в правлении Буша и так или иначе обозначило противостояние Обаме, то, да, его стали числить консервативным. Но я все же думаю, и сегодня мы это с вами видим, что Fox News в большей степени было, так скажем, умеренно консервативным консервативным и республиканским. Но, опять же, пока находился, был Эйлз, то, так или иначе, Эйлз, человек достаточно был хитрый и умный, хотя какие-то там мутные истории с сексуальными скандалами его преследовали, не буду сейчас про них ничего говорить, как-то все это потухло после его смерти. В любом случае, Эйлз, тем не менее, он своим присутствием обозначал, повторяю, не консервативный все-таки крен, но такой республиканский. И, конечно же, с появлением Эндрю Брайдборда, замечательного, колоритного, яркого, мы получили с вами прорыв реальный в интернете, гражданские журналисты, так называемые, ресурсы вроде того же Брайдбордком, все это привело к тому, что Трамп во многом и опираясь на такие интернет-ресурсы, стал президентом, потому что я не думаю на самом деле, что Fox News ему сильно помогли, хотя там были, конечно же, люди Трампа поддерживавшие, но то, что Трамп очень сильно выиграл за счет поддержки интернет-ресурсов консервативных, правых и так далее, это безусловно. Даже хотя Брайдборд на тот момент уже умер, но его, тем не менее, эффект еще продолжался. Но, как это часто бывает, когда вроде бы победа достигнута, то консерваторы почему-то ничего не делают, чтобы ее закрепить. И мы с вами увидели, что за эти четыре года никакого укрепления уже существующих ресурсов, печатных, радио, телевизионных, интернет, не произошло. Да, там появлялись American Mind, American Greatness, еще какие-то сайты, которые пытались либо с откровенно с популистской стороны Трампа поддерживать, либо с какой-то более интеллектуальной выстраивать вот этот вот описывать новый консерватизм трамповский и посттрамповский. Но нет и не было ни Бакли, ни Маккормика, ни Эйлса, ни Брайборта. Но с Russian Limbo вы знаете, что происходит. Там, к сожалению, проблемы со здоровьем и что будет, мы не знаем. Ну, дай бог, конечно, здоровья. И хотя тоже я вот, к сожалению, не вижу каких-то людей, которые помогли его заменить. Ну, Бен Шапиром может быть, но он все же не такой, на мой взгляд, не тот человек, который может так объединить самых разных консерваторов, как это получалось у Russia Limbo и продолжает получаться. Поэтому в такой ситуации, когда подошла пара выборов, о чем мы уже говорили с вами, выяснилось, что National Review уже давно это такой, там бывают интересные публикации, поэтому я советую вам их читать, но это, конечно же, без Бакли, это не столько консервативный, сколько, опять, республиканский. Ну, и такой правоцентрический, умеренный. подобных изданий National Review с такой же маркой, ну, нет. Spectator, Town Hall, Daily Signal, все издания достойные, но это не проводник консервативной мысли в том понимании, в каком это был National Review в свои лучшие годы. И люди, которые сейчас National Review руководят, ну, там вообще никого не запомнишь, они сменяют друг друга периодически, и абсолютно никакой яркой личности мы там не видим уже не помню сколько лет. На радио, ну, я уже сказал, да. Что касается телевидения, то произошло, наверное, то, что им должно было произойти после смерти Эйлса, потому что какой-то серьезный консерватор канал не возглавил, а публика, которая так или иначе к нему имеет отношение, там и какие-то саудовские деньги крутятся, и люди с того самого эстеблишмента республиканского, которые, ну, никак не заинтересованы в том, чтобы Fox News провел, скорее заинтересованы в том, чтобы Fox News двигался к центру, а дальше, сами понимаете, поэтому, да, есть по сей пору достойные ведущие, Грек Гатфилд, прежде всего, мой любимый, но канал оказался каким-то тоже беспомощным. И в интернете, как я уже говорил, Брайтборд, Кома с уходом, после смерти Брайтборда и с уходом того, Беннона, тоже, как к нему не относись, личность неоднозначная, но, по крайней мере, сайт при нем имел силу и некоторую мощь, пусть он там ругался со всеми. Оказалось, что и интернет-ресурсы, они уже тоже не те. и такого вот слаженного противостояния левым, потому что левые, как всегда, выступили слаженно. Они нам сказали, что Байден президент, да, еще весной, мы это все помним. А правые, ничего подобного, нам не противопоставили. И мы получили то, что мы получили, что консерваторы либо боятся действительно свои идеи высказывать и идти до конца. Хотя мы видим, что появляется консервативный канал, появляется консервативный ресурс, консервативный ведущий, и успех-то есть. Консервативные книги бестселлеры, консервативные, тот же самый Fox News, самый популярный канал, это мы все помним. Ведущие, какие там вам левые ведущие, про них никто не знает, на слуху только радиоведущие право, и можно продолжать. Но выясняется, что добившись успеха консерваторы либо останавливаются, либо пугаются и начинают пятиться назад, ну, потому что, понятно, уже тоже какая-никакая включенность в эстеблишмент есть, и когда ты уже взаимодействуешь с большим количеством людей, там кого-то не обидеть, что-то лучше упустить, что-то лучше, где-то лучше промолчать, чего-то лучше не делать. И в результате притупляется эффект, все уже не то, и человека, который бы пришел и все это встряхнул, за четыре года не нашлось. К сожалению. Вопрос, что дальше? Два варианта развития. Вариант первый, он большинству из нас, конечно, уже не понравится, но для средств массовой информации он может оказаться спасительным. Это если все, что сейчас происходит, заканчивается плохо, и президентом становится Байден. Естественно, компания попытается с Трампом какую-нибудь гадость сделать, ну, я не думаю, что они уж совсем далеко будут заходить, но сделать так, чтобы его, по крайней мере, заткнуть ему рот, и чтобы его дискредитировать, как бы то ни было, изо всех сил. Но у Трампа будет шанс создать очень серьезную медиа-империю. Это сложно, повторяю, будут мешать, все будет против него, но я, честно говоря, не уверен, что ему стоит возвращаться через 4 года, и играть, повторять номер Кливленда вряд ли разумно. Кливленд сам не хотел возвращаться, это отдельная история, к ней мы тоже еще вернемся, кстати говоря, но при наихудшем варианте развития событий. И исключать возвращение Трампа я сам не буду, конечно же, но на данный момент это не представляется мне разумным. Так вот, но если Трамп создает масштабную медиа-империю, куда привлекают все яркие имена, и не только, кстати говоря, американские, то вот тогда это будет серьезно. Представьте себе телеканал со своим тоже интернет-сайтом, еще какие-то издания, где у вас Грек Гатфилд, например, где про Израиль рассказывает Кэрол Энглик, где про новости из Британии, из Европы, и про национальную безопасность рассказывает полковник Ричард Кемп, где про то, что вытворяет Китай в своем регионе, вам рассказывают австралийцы Алан Джонс, Роу Индин, а про Ирана Рита Панай, тоже она с австралийского телевидения, и вот все, такую силу, это вам почти какой-то, знаете, будет комикс, комиксные герои Лига Справедливости, как угодно называйте, но это, конечно же, мечты-мечты, но тем не менее, Трамп по силам такую создать империю, но предположим, другой вариант, все-таки доказывает Трамп и его команда, что выборы были нарушены, и что так или иначе через Конгресс, судя по всему, уже не через Верховный суд, а через Конгресс, все-таки проходит то, что Байдену не утверждают, и в конце концов, Трамп остается еще на 4 года. Мы, конечно, можем с вами порадоваться, но останавливаться не стоит, потому что если опять все успокоятся на этом, и почивание на лаврах, врастание ресурсов в эстеблишмент, и их движение к центру и влево продолжится, то выборы 22-го года и 24-го, они приведут к очень нехорошим результатам. Поэтому самое время находиться уже смелым людям, которые будут что-то делать. Я вам не могу сейчас сткнуть пальцем и сказать, что вот тот станет спасителем американских средств массовой информации. Нет, такого не будет. Но история показывает, что такие люди в Америке находились. Я очень надеюсь, что найдутся они и в ближайшем будущем. Потому что сейчас, повторяю, не в лучшем в виде права и средства массовой информации находятся, их практически, они есть, но они очень слабые и то, что было во время Обамы ни в какое сравнение не идет. Ну, понятно, когда вы позиции, то всегда активность больше. Но надо уметь не только нападать и защищаться, правильно? Во времена Рейгана это делали на самом деле консерваторы. Самое время продолжить средства массовой информации укреплять и я все-таки очень надеюсь, что новый, ну, не новый, это будет, конечно же, человек совершенно другой, но раз уж такой есть оборот, я им воспользуюсь, что новый Маккормик, новый Бакли, новый, в конце концов, Брайтборд, они так или иначе появятся. Иначе дела наши будут не очень хороши, но давайте мы будем с вами все-таки надеяться на лучшее. Повторяю, здесь это не образование, это не шоу-бизнес, здесь все исправить можно. Консервативные средства массовой информации, они, в принципе, востребованы гораздо больше, чем левые. И все, что нужно, несколько смелых людей. Будем ждать, что они появятся. Здесь я, пожалуй, прервусь, и если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Вы абсолютно правы, консервативные средства массовой информации пользуются большей популярностью, рейтинги у них всегда выше. И сколько уже создавалось либеральных нетворков, вещания по радио, корпорации огромные, деньги вливались, и все это заканчивалось пшиком, компании банкротились. Тоже можно сказать и о русскоязычном маркете. Мы прошли сложное время выжили. А и еще очень важно то, что вы отметили. К сожалению, после того, как республиканцам удается выиграть выборы, они садятся на руки и забывают напрочь о том, что через два года промежуточные, через четыре года очередные. Ничего не делают, все, успокоились, проголосовали, выиграли, ура, чепчики в воздух бросили, и забыли об этом. А демократы, в свою очередь, неважно, выиграли они, не выиграли, они продолжают работать на свою идеологию, на свою, так сказать, адженду, на результат. Независимо от того, еще раз повторю, выиграли они или проиграли. Что касается средств массовой информации, действительно, опросы общественного мнения показали, что средства массовой информации сыграли колоссальную роль в этих выборах. Даже с учетом всех фальсификаций, всей лжи и так далее, оказалось, что замалчивание фактов или ложная информация, которой пичкали избиратели на протяжении всего этого периода, сыграли огромную роль, и там колоссальный процент, половина демократов вообще никогда не слышали о том, что семейка Байденов это коррумпированный такой институт, это коррумпированная бригада, которая занималась зарабатыванием денег на имени Байдена, на его должности и так далее. Мало того, Китай, который представляет реальную, на мой взгляд, угрозу во всех направлениях, экономическое, военное, политическое, на сегодняшний день он рассказывается о том, что там миллионы китайцев внедрены во все организации общественные, государственные и так далее, в большие корпорации уже есть факты, когда конгрессмен, который является членом комитета по разведке, оказывается, на протяжении длительного времени состоял в связи, который, кстати, громче всех орал о том, что Россия повлияла и посадила Трампа в Белый дом, оказывается, на протяжении длительного времени состоял в интимной связи с китайской шпионкой. Собственно, китайцы его вырастили, он был членом городского совета, и они его взращивали. И в Конгресс он попал благодаря тому, что эта китайская шпионка собирала для него деньги, организовывала китайскую общину голосовать за него. То есть, Китай оказывает... Сергей, это мы с вами уже залезаем в наш второй сегмент. Sorry. Хорошо. Значит, средства массовой информации. На сегодняшний день существует несколько независимых средств массовой информации, ну, то есть, Newsmax, American One, Network. И создание, может быть, действительно Network, но я не знаю. Понимаете, все-таки ресурсов у демократов много. Вы посмотрите, сколько этих миллиардеров, которые поддерживают демократическую партию и работают, по сути дела, на нее. Я не знаю, вы смотрели фильм The Social Dilemma? Такой документальный фильм. Посмотрите, на Netflix он есть, The Social Dilemma, где они рассказывают о том, что на самом деле это не идеология, вот это просто такая бизнес-модель, скажем, у Google, у Facebook и так далее. И я провел параллель. То есть, сначала их задача была продать нас, как потребители, поскольку мы на самом деле не потребители, поскольку мы получаем бесплатный сервис, то мы являемся объектом. Они нас продают тем, кто пытается нам что-то продать. Ну, это какие-то там вещи, какие-то услуги, сервисы и так далее. Но ведь в последнее время в канун выборов они занимались тем, что они продавали нашу страну, они блокировали информацию, которая могла повлиять на исход выборов, отрицательно для демократов. И значит, они зарабатывали на этом деньги. То есть, кто-то, обладая глубоким карманом, проплачивал то, что происходило в соцсетях. Понятно, что кто-то, обладая глубоким карманом, оплачивал то, что происходило на средствах массовой информации в масс-мидиа. Но это как бы традиционно. А тут, оказывается, платформы, так называемые, которые не являются паблишер, оказывается, могут нас обрушить на нас цензуру, запретить нам получать информацию и пичкать нас информацией, которая выгодна одной политической стороне. Поэтому, как показал опрос общественного мнения, там 45% избирателей не знали вообще, не слышали никогда о том, что творил Хантер Байден, о том, какие связи существуют между китайцами и Байденом-старшим и так далее. И в то же время, по-моему, 17% из тех, кто голосовал, 17%, могу ошибиться в цифрах, 17% из тех, кто голосовал за Байденом, сказали, что если бы они знали об этом до выборов, они бы голосовали иначе. Соответственно, результат выборов был бы иной. То есть, на самом деле, средства массовой информации США, включая соцсети, вмешались в выборы, в справедливые и честные выборы. То есть, они, по сути дела, выступили на стороне, таким образом, таким образом, определив исход выборов. Ну, так сказать, о доминион и прочих фальсификациях это отдельная тема, коль скоро мы говорим о средствах массовой информации. Да, я немножко заговорился, время остановиться, сделать небольшой перерыв, послушать рекламное объявление, после чего мы вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Ну, и теперь пришло время поговорить о Китае чуть более развернуто. Да, это вообще тема, конечно, огромная, и она будет с нами, я так чувствую, еще очень долго, тем более, что, как всегда, спохватились, стали только сейчас на нее обращать внимание, да и то обращают внимание пока только республиканцы. Здесь надо быть очень-очень осторожными, чтобы китайскую угрозу не превратить в такую же посмешище, как сделали российскую угрозу демократы, потому что путинская угроза, она реальна, но то, что сделали из нее, в общем уже как-то Ямал, кто их всерьез это воспринимает, а зря, республиканцам надо быть осторожнее, потому что китайцы народ тушлый, и они действуют по принципу ты в дверь, а не в окно, и они всегда найдут за кого им зацепиться. Я ни в коей мере не собираюсь снимать ответственности с Никсона, которым, как вы знаете, отношусь с уважением, потому что открыл, так скажем, Китай он, конечно же, и соображения, которыми он руководствовался тогда, это одно, но сейчас мы видим, что ему надо было вовремя его и закрыть, тем более, что такая возможность у него была, но вот он побоялся, к сожалению, за свое наследие. Но то, что китайцы все же, китайские коммунисты активнее работали с демократами, это тоже понятно. Мы с вами опять возвращаемся в середину прошлого века и видим, что когда появился замечательный сенатор Маккарти, а без него нам снова никак нельзя, то он ставил своей целью не только разоблачение кремлевских происков, но и действия коммунистов, связанных так или иначе с Китаем. Еще, кстати говоря, с бывшей Югославией, то и Сербией, но это уже сюда мы пока не будем залезать. И, как видим, Маккарти находил время, чтобы вот все эти реальные угрозы их рассматривать как совершенно равные и указывать на то, что и Москва и Пекин, остановимся повторюсь на этом, они тогда более в тандеме конечно же работали, но что это действительно угроза для региона своего и что для американской безопасности люди связанные с китайскими и советскими коммунистами они действительно представляют огромную угрозу. Но тогда же появились и люди, которые стали как-то говорить, что да ладно, не слушайте вы этого самого Маккарти, он все клевещет, вот все эти китайцы, милейшие люди на самом деле, страдали от японцев, страдали от своих собственных внутренних разборок, давайте им помогать, тогда они ни в коей мере не будут коммунистами, но если будут, то не такими как коммунисты советские. И в какой-то момент, когда уже от Маккарти избавились, хотя Маккарти все-таки успел уволочь с собой так скажем нескольких видных прокитайских деятелей либеральных и другие комитеты признали правоту Маккарти надо заметить, но как бы то ни было публика прежде всего среди демократов она стала озвучивать ту идею, которую я вам только что привел. И ушлые китайцы, как я и сказал, хотя они там и были замкнутые и закрытые вроде бы, но они-то поняли в чем дело и когда произошел такой раскол с Москвой то они так свои мишени чуть передвинули и если раньше они ориентировались на преимущественно либералов просто левых и так далее, то здесь они стали цеплять уже либералов антикоммунистов и более того зацепили не кого-нибудь а Генри Джексон. Генри Джексон человек, как и Никсон кстати говоря, весьма мной уважаемый и если смотреть на его внешнеполитическую деятельность, то казалось бы близкий к идеалу, вообще последний достойный демократ, самый произраильский сенатор, как все мы знаем, антикоммунист, но вот этот самый антикоммунизм, он как ни странно сыграл против него, потому что китайцам удалось его Джексона так или иначе на свою сторону склонить вроде бы замечательный разумнейший умнейший человек вдруг начал рассказывать, что нет вот Маккарти нам все испортил, китайцы они там стараются, у них пытаются какую-то демократию строить, улучшают жизнь и так далее и тому подобное и в любом случае надо иметь дело с ними для противостояния коммунизму советскому. Вот тем самым конечно же Джексон в своем достойном казалось бы наследии проделал огромную дырищу, которую сегодня мы с вами видим, потому что когда человек вроде бы прав на 90% вот во внешней политике сейчас его внутренние взгляды я на них не касаюсь, но вот эти 10% они вдруг неожиданно к нам возвращаются и возвращаются в демпартию, хотя в сегодняшней демпартии Джексон бы он бы оттуда быстро сбежал с его взглядами по другим направлениям, но тогда судя по всему учитывая все-таки что он играл довольно серьезную роль в демпартии китайцы начали уже все глубже и глубже цеплять именно ее. Я вам не буду говорить что республиканцы были совершенно свободны от их влияния, но если посмотреть, почитать биографию Джексона даже доброжелательную, то видно что через него вот китайцы полезли, полезли. И когда уже произошло открытие Китая, то процесс так или иначе стал, к сожалению, все более и более опасным. И все мы уже с вами помним то, что происходило в 96-м году, когда уже в компании Клинтона предвыборные крутились активно китайские деньги, что так или иначе китайцы действительно сделали все же ставку на демократов, пометуя о том, что у республиканцев все-таки есть тайваньские связи и с ними связываться не очень разумно Никсон Никсоном, но консерваторы все же с Китаем Китая всегда относились с опаской. И то, что мы с вами наблюдаем скандал, разворачивающий последнюю неделю, скандал, о котором, кстати говоря, как всегда с демократами вы ничего не узнаете из средств массовой информации, это нам еще одно напоминание. Ну, мы помним про шофера Файнстайна, которая была, возглавляла комитет по разведке и вообще знала всех кого угодно в разведсообществе, а теперь, судя по всему, их знали и в Китае тоже. Ну, а вот вам другая история, прямо как из плохого вообще шпионского романа старого, где появляется китайская секс-бомба, начинает крутиться вокруг сразу нескольких демократических деятелей, Ро Ханна такой, который около, из окружения Сандерса, и, кстати говоря, весьма дружелюбный по отношению к Кремлю, Габбард, тоже такая тетенька, в вопросах внешней политики, мягко говоря, не очень, ну и самый выгодный оказался пресловутый Сволуэл, я там не буду пускаться в подробности его сексуальной жизни, но понятно, что человек, в общем, штаны застегнутыми не держал, и хотя вроде бы, ну, можно его понять, но простить точно нельзя, тем более, что, да и понять его на самом деле тоже, понимать его на самом деле тоже не стоит, так как, если ты конгрессмен-избранник американского народа, то смотреть, куда ты, в какую сторону направляешь определенные органы, все-таки надо, а Сволу этого не сделал, и то, что Фанк-Фанк, Кристина-Фанк и так далее, она, в общем-то, шпионка, его предупредили, после этого он якобы с ней разорвал отношения, а она спешно мотанула в Китае, и что с ней стало, мы не знаем, ну, где-то там, наверное, обретается, возможно, даже какой-то орден получил за свою деятельность, но штука в том, что за то время, что мистер Сволу он так или иначе какие-то там отношения со шпионкой имел, он вообще-то занимал посты в целом ряде комитетов Канга Палаты Представителей, в том числе и комитет по разведке вообще-то, и комитет по ЦРУ, то есть, ну, это уже звучит как совсем плохой шпионский роман, но, тем не менее, человек, который спит с китайской шпионкой, получает доступ к информации по деятельности ЦРУ и вообще разведсообщества в Соединенных Штатах, и представить себе, что он стоически молчал и ничего ей не говорил о своей работе, ну, вы как хотите, а у меня это не получается себе представить, тем более, все мы знаем, что мистер Сволл, он человек разговорчивый и говорит он не только ртом, а другими отверстиями, помните его знаменитое выступление, потом, правда, он уверял, что это он чашку двигал, но мы-то с вами все понимаем, так вот, что столь красноречивый человек, у которого, повторяю, из всех отверстий какие-то звуки доносятся, чтобы он совершенно о работе молчал, здесь я, извините, в это не верю, проблема в другом, что на его защиту сразу же встала вся верхушка демократическая, Пелози, даже для вида ничего критического не сказала, что, мол, ну, было и было, да, она уехала, все хорошо закончилось, а мистер Сволуэлл у нас сотрясал воздух и боролся с врагами из России, оказывается, так что все прощено, и другое дело, что, когда ФБР рассказал о том, что происходит у него в постели мистеру Сволуэлу в 15-м году, то, как задаются вопросами многие аналитики, а почему они в ФБР и в руководстве палаты ничего не рассказали, например, республиканцам, потому что, даже если мы с вами говорим, что многие республиканцы, да, часть истеблишмента, но представить себе, что такая информация бы осталась ими республиканцами неиспользована, я, простите, не могу. Значит, данные о том, что представитель Конгресса был связан с китайской разведкой, так или иначе, они скрыты. Это в чистом виде ковер-ап абсолютный, и сенатор Маккарти бы за такое весь Конгресс бы встряхнул очень здорово, пусть он в другой палате его работал, но как бы то ни было. Однако, или в ФБР информацию умышленно скрыли от других, либо руководство Демпартии ее скрыло, и в том и в другом случае мы имеем с вами дело, ну, вообще-то, с должностными нарушениями. Момент следующий, весь этот скандал, он выявил еще один довольно-таки проблемный эпизод. Вообще-то, представьте, те, кто попадают в Конгресс, ФБР не имеет права их проверять, представьте себе. То есть, шпионить по каким-то там мутным досье можно, а проверять людей, попавших в Конгресс, вот нельзя. И представить себе, что и кто может получить доступ к секретам, а доступ они получают автоматически, конгрессмены, сенаторы, то вы, ситуация становится критической. Тем более, что сейчас, как представляется мне, тут вообще можно раскрыть ворота и наслать там разных новых сексуальных шпионок из Москвы, из Китая откуда угодно, или, чтобы я уж не казался вам сексистом, наслать шпионов какой-нибудь там, я не знаю, Тлаиб, Пресли и Кортес, хотя в этом случае я этим шпионом буду по-человечески и по-мужски только сочувствовать. То, что им придется совершать подвиг для Родины, им придется быть тяжелым. Но, как бы то ни было, смысл в том, что с этим надо что-то и делать, так как если попался в Сволуэл, он наверняка не один такой. И какая информация через конгрессменов, а то и сенаторов утекает в Китай, в Москву и черт знает куда еще, мы не знаем и разведки тоже не имеют права это знать. И с этим надо что-то делать. Повторяю, этот момент очень серьезный и консервативные представители разведства общества его озвучивают. Ну и последнее, что я бы хотел, наверное, здесь сказать и, кстати, увязать это немного и с нашим первым сегментом, это то, что помните историю с Бутиной, которую там тоже подкладывали под разных республиканцев, но, кстати, не таких продвинутых и не столь высокопоставленных, но об этом писали все. Я Бутину не оправдываю, ее надо было, конечно, и посадить, все такое прочее. Но про фанк-фанк и Сволуэл мы не видим практически ничего, либо какие-то туманные заявления с этим словом alleged, то есть может да, может и нет. Про Бутину такое, кстати говоря, не писали, там сразу все шпионка, все как надо. А вот тут не стоит на это обращать внимание. И получается, что скрывая вот эту информацию, скрывая информацию о выборах, возвращаясь к ним и то, о чем говорил Сергей, якобы уверяющий всех, что они борются с коварным путинским режимом и бьющие себя в грудь демократы, они помогают очень сильно и путинской, и китайской системе дезинформации. Потому что, если вы не можете получить сведения о том, что происходит с конгрессменом, с Уолуэллом, с Хантером, Байденом, с выборами, с манипуляциями, связанными с выборами, если вы не можете их получить из мейнстримных средств массовой информации, то вы обращаетесь к кому правильно, к источникам независимым. Источники независимые и непроверенные, они могут вам давать какое-то количество информации правильной, с которой вы соглашаетесь, с которой вы полностью разделяете, но потом старый принцип дезинформации, они будут вас закачивать все то, что нужно тем самым Кремлю и Пекину. И мы с вами видим, что самый главный пособник путинского режима и китайского режима это левая мейнстримная пресса, как бы они вам не говорили об обратном, так как отказывая своим соотечественникам в объективной и полной информации, даже если эта информация им не нравится, но надо ее рассказывать, они открывают просто небывалые просторы для дезинформации, для мошенничества, для всего, что происходит. Но я могу вам сказать, то, что я вижу сейчас, меня вообще повергает в ужас, потому что кремлевская пропаганда, она пользуется моментом вовсю, и на вас выливает огромное количество того, что сейчас нужно нынешней российской власти. При этом, повторяю, там вы можете находить правильную информацию, разумную, то, что вы не встретите, к сожалению, в американских средствах массовой информации, или встретите, только если вы читаете консервативные регулярно, но англоязычные, естественно, увы, мало русскоязычных консервативных изданий в Америке, а тот поток, что сейчас льется на вас из Москвы русскоязычный, будьте с ним осторожны, я это сейчас повторяю везде, но правда это серьезно, так что будьте внимательны. Поэтому китайцы, они влезли очень глубоко, и как с этим паразитом бороться, ну, мне, конечно же, тут говорить довольно сложно, но то, что необходимо менять какие-то правила в Конгрессе, о чем я только что сказал, и правила проверки конгрессменов, сенаторов, помощники-то их должны проходить, кстати, проверку, хотя это не мешает, я вам рассказывал тот же самый Джексон по иронии судьбы, говорил в 70-е годы, что на Капитолии уже целая сеть советских разведчиков, но теперь, судя по всему, китайский. Так что с этим надо быть, конечно же, очень-очень осторожным, и добиваться, если все у нас закончится как нам бы хотелось, и Трамп останется, то одним из первых пунктов должна, ну, реформа разведки, это уже в другой раз, а в этом тоже стоит подумать, ну, и вот реформа проверки конгрессменов, сенаторов, это тоже обязательно. Здесь, прошу прощения, прервусь, времени мало, но может Сергей что-то еще добавит. Одну короткую реплику, на прямой вопрос, вступали ли вы в интимные отношения с китайской шпионкой, компания с Валвел ответила, это секретная информация, классифайд, окей. Ну, если он пользовался своей почтой так же, как его начальница, ну, однопартийка Хиллари, то этот секрет известен уже всем, я думаю. Ну, и теперь о социалистической великой перезагрузке. У нас еще около... Да, но опять у нас остается времени мало, поэтому я привычно даю анонс и возвращаюсь в следующий раз. А все мы знаем с вами, что в этом году власти и элиты пустились на небывалые меры по манипуляции всеми нами, ну, а теперь они уже в открытую говорят, что собираются устроить нам перезагрузку и нас всех будут делать счастливыми. Хотим мы того с вами или нет, и не спрашивать нас, что такое счастье. Вот как они собираются делать, кто все эти люди и как нам на это реагировать, мы, наверное, поговорим уже в следующий раз. Ну, если появятся какие-то новости американские, то, естественно, я на них сосредоточусь, но похоже, что этой перезагрузки мы с вами тоже не отделаемся, тем более, что американские элиты к ней тоже причастны, естественно. Да. Хорошо, в следующий раз мы об этом поговорим чуть более подробно, поскольку действительно времени остается для того, чтобы развернуть эту тему. Ну, и сегодня идет голосование выборщиков, но внутри штатов, то есть на самом деле это не имеет особой юридической силы, потому что 6 ноября, они все, 6 января, простите, они все должны собраться в Конгрессе и проголосовать. есть надежда, что в случае протеста достаточно по Конституции, по-моему, одного конгрессмена, одного сенатора для того, чтобы протестовать это все, и посмотрим, чем все это закончится. Сегодня такое действительно как бы событие, я смотрел, как в Мичигане это проходило, я смотрел, как в Джорджии, в Пенсильвании, и в Джорджии, если я не ошибаюсь, Стэйси Абрамс вела все это мероприятие, объявляла голосование и так далее. Это та самая, которая находится, организация которой находится под федеральным расследованием за фальсификацию выборов. Но это вот лицо демократической партии, которая до сих пор не признала своего поражения и считает себя губернатором Джорджии. Это лицо демократической партии. Хорошо, Иван. Считывая, как безвольно, уж извините, тут тоже встряну, как безвольно себя проявил губернатор Кемп, она действительно порой кажется губернатором. Губернатор Кемп по некоторым сведениям получает свой интерес от Китая и поэтому заинтересован. В Джорджии, во-первых, находят самый большой порт в Америке, Саванна, в который идут караваны китайские. Я думаю, что у него там немалый интерес и поэтому для него Трамп, который пытается противостоять Китаю, единственный президент за десятилетия, стоит как кость в горле, поэтому Кемп, конечно же, сделает все, чтобы от Трампа, чтобы подвинуть его из Белого дома. Хорошо, Иван, спасибо огромное и до встречи через неделю. Спасибо вам, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин